Тема моего доклада – это опыт создания и развития самой крупной промышленной племенной козофермы в России. Мы являемся самым большим плем-репродуктором, как уже было сказано. Действующее поголовье – это 2000 дойных козоматок в данный момент. Планы на ближайшие три года у нас увеличение до 8500 голов. И строительство перерабатывающего завода по сушке козьего молока, как ингредиента для детского питания в будущем. Это наши цели и задачи. Следующий слайд. Я вообще представляю, и наше предприятие входит в группу компании «Лукман». Это очень большая группа, состоящая из более чем 10 предприятий. На слайде выделены самые крупные из них. И все, что мы реализуем, реализуется группой наших компаний. То есть, что касается проектирования, строительства, эксплуатации комплекса, инжиниринга, ввоза животных, все это мы делаем полностью своими силами и пользуемся услугами наших компаний. Компания «Лукман» уже реализованы проекты птицекомплекса «Альянс» по производству яйца буйволиного комплекса. Это первая промышленная ферма в России, Козьего комплекса, которая представляет ее. Следующий слайд. История развития нашего комплекса начинается с 2017 года, когда мы начали проектирование. В этот момент, в этот период наш инвестор объездил более 10 различных ферм в Европе, в Азии, на других континентах для того, чтобы выработать интегрированную технологию содержания животных и построить комплекс. В 2018 году в июне мы начали строительство комплекса и 3 декабря 2018 года мы привезли уже первую партию, состоящую из тысячи голов племенных козочек из Голландии. Дальше в 2020 году в январе мы запустили завод по переработке молока, где в данный момент производим около 30 наименований видов продукции только из козьего молока. Плюс в данный момент занимаемся еще производством продукции из буйволинового молока. В 2021 году в июле получили статус племенного репродуктора. Следующий слайд. Ферма создавалась... Щелкните следующий слайд, пожалуйста. Ферма создавалась и учитывалось создание необходимых условий. Для содержания животных, для того, чтобы получать максимальные результаты. Все корпуса животных оборудованы системой микроклимата, освещением, кормовыми столами, современными паилками и оборудованием комфорта, так называемыми чесалками. Следующий слайд. Животные содержатся на сухой подстилке. Каждый день с помощью выдувателя-измельчителя соломы мы им обновляем подстилку. И раз в три месяца происходит полная уборка лагун, так называемых, где содержатся животных. И заново происходит накопление этой подстилки. Следующий слайд. Доильный зал у нас от компании «Пелаваль» на 144 доильных места, что позволяет нам производить дойку нашего поголовья в количестве 2000 голов меньше, чем за три часа. Это сокращает и время работы сотрудников, и сокращает стресс животных. Следующий слайд. Наша динамика развития и планы на будущее представлены в данных графиках. То есть начинали мы в 2019 году с меньше, чем 600 двойного поголовья. В данный момент у нас почти 2000. И за прошлый год и этот год вы можете увидеть, что мы в совокупности реализовали уже 2000 племенного молодняка. Соответственно, начиная с 2024 года, мы увеличиваем очень резко свое поголовье до 8400 голов. И у нас появляется возможность реализации племенного молодняка в количестве 3000-4000 голов. Следующий слайд. Это 3Т-модель существующей фермы, где мы с 2018 года работаем. Здесь представлены доильный блок, вот самый первый маленький справа, налево, если идти, корпуса для животных большие. На заднем плане два корпуса для содержания молодняка, площадка для навоза. Ну и сзади находятся навесы для сена, для кормов. Следующий слайд. Он представляет проект новой фермы. Мы ее строим, уже практически заканчиваем строительство на соседнем участке. Нас разделяет только дорога, две фермы. Новая ферма, она уже, естественно, намного больше. Состоит вот слева внизу, это доильный молочный блок и 4 корпуса для содержания казоматок. Дальше идут синяки, так как запасы сена нам нужны будут очень большие. И справа вверху это корпуса для содержания и выращивания молодняка. Следующий слайд. Наши цели – это увеличение поголовья, получение не менее 25 тонн молока в сутки. При выполнении этих условий мы станем самым крупнейшим племенным репродуктором не только на территории России, но и в Европе, что касаемо одного хозяйства. И сможем выращивать, вот на слайде указано, до 4,5 тысяч голов единовременно. Строительство и запуск завода по переработке молока в перспективе производства детского питания. Следующий слайд. Все наши цели и задачи основаны… Слайд поменять, пожалуйста. Основаны уже на имеющихся наших наработках и опыте. Мы имеем самое качественное маточное поголовье племенных коззанинской породы. У нас имеются специалисты, которые наработали уже большой практический опыт и в нашем хозяйстве, и стажировались в Нидерландах, в хозяйствах поставщиков животных, и имеют вообще опыт работы в сельском хозяйстве. Мы являемся самым крупным племенным репродуктором с большой перспективой увеличения поголовья. У нас современное технологическое оборудование и оснащение ферм. Следующий слайд. Картинки все реальные, поэтому можете видеть наших животных и наших специалистов. Также при работе с нашими партнерами, кто приобретает у нас животных, мы осуществляем полное сопровождение, консультации. Любые вопросы ветеринарные, зоотехнические – это все входит уже в стоимость животных, и мы работаем на таких условиях с нашими партнерами. У нас организованы все необходимые процедуры контроля и качества продукции, которые мы выпускаем. Мы участвуем во всевозможных мероприятиях, выставках и получаем высокие награды. Еще немаловажный фактор. Все наши предприятия и наш козий комплекс, и птицы комплексы, и буйволинную ферму обеспечивают кормами наш собственный завод, который выпускает по необходимым рецептурам, корма, нужного качества и количества соответственно. Ну и естественно, как и все мы, как и все предприятия, мы обязаны и соблюдаем санитарные, педагогические, ветеринарные, экологические и все правила и требования. Ну я расскажу про наше предприятие, оно семейное, с большой историей. Наверное, наше хозяйство было одной из первых, кто пошел по промышленному пути. Вот. Ну история такова. Значит, хозяйство существует с 91-го года. Занимается, ну занималось в то время в основном, это было растеневодство. Но моему отцу в то время не давало покоя то, что стоят на территории корпуса, и они никак не задействованы. Долго он искал, кем их заполнить. Ну и выбор такой, в то время, наверное, инновационный, пал на козоводство. Включите следующий слайд. Долго он искал именно сам молодняк. Это вот так было изначально. То есть, когда привезли животных в 2000 году, что-то переделали, не было в то время технологий. То есть, я рассказываю, то, как это было у нас сегодня, это, наверное, будет уже не актуально. То есть, сегодня есть технологии, есть знания, есть оборудование. Тогда доильные аппараты нам везли с Италии, вот справа вверху на слайде, на две козы. То есть, не было размеров, ни станковых, ничего. То есть, все, вот Светлана Ивановна, Михаил Юрьевич приезжали тут. В ручном режиме мы это все придумывали. Все содержание. Процесс вот этого становления стада был с 50 голов молодняка племенного чистопородного. И каждый руководитель хочет, естественно, быстро развиться, с минимальными вложениями. Поэтому было решение выбрать лучших коз в Ставрополе, проехать по хозяйствам, по частным подворьям, выбрать животных и набрать какое-то количество. В общем, получилось около еще 50 голов. Но, как оказался, этот опыт не самый успешный. Эти все 50 голов аборигенов вышли, ушли из стада примерно за полтора-два года максимум. Остался тот же племенной костяк, за счет которого мы, в принципе, за несколько лет развили поголовье в 500 голов. При этом продали около 2,5 тысяч молодняка по всей России. То есть сегодня наши животные практически на всей территории присутствуют. Получили племенной статус, естественно. Племенной чистопородный статус, что нам давало дополнительную стоимость, добавленную на молодняк. Потому что до 2012 года, это, в принципе, наверное, было 80-70-80% дохода предприятия именно этого направления, животноводства, не считая растеневодства. Потом, вы следующий включите слайд. Ну вот, это за период стройки, модернизации... Не, назад. То есть сделали сами уже по прототипу доильный зал, у нас параллель. Построили новый корпус, выгулы поменяли, молочные блоки у нас. То есть, ну как бы, в принципе, у нас хозяйство не особо-то большое. Где-то около 500 было дойника, тысячу земли. Но по содержанию, по технологиям, в принципе, наше хозяйство ничем не отличалось от европейского. Мы ездили, смотрели. Вот. Что касается сбыта молока. То есть, ну, понятно, что животноводство – это племенной молодняк, но еще такое направление, как молоко. И, наверное, молочного козоводства – это основное, к чему надо идти. Продавать молоко. В то время его не получалось продавать, откровенно говоря. Было очень сложно. Мы работали на отдавальческих отношениях с молзаводом буденовским. То есть, нам делали под заказ продукцию. Мы занимались реализацией, сбытом. Это было нереально сложно. Два года тяжелых усилий. И, в конце концов, нам пришлось от этого отказаться. Но мы убедили директора молзавода. И он включил козье молоко себе в линейку. В принципе, процесс шел неплохо. Продажи были хорошие. В Москву они отправляли молоко. Они первые, кто зашли в сети, наверное, в Магнит, когда он еще был в начале. То есть, были продажи, все нормально. Но завод, как у нас бывает, часто перекупили. Но руководители решили, что эта тема их не интересует. Потом было время, когда молоко козье мы сдавали, как король. Я думаю, это история не только нашего хозяйства. Все с этим столкнулись. Но когда пришло время выливать молоко на землю, когда и там нельзя было его продавать, Меркурий, все это... Тогда уже мы стали перед решением постройки, запуска своей переработки, своего цеха. В 2012 году долго искали оборудование. Потому что в 2012 году, в принципе, когда мы обращались на производство, нам говорили, вот от 1000 тонн какая-то сыроварня, мол, завод. Вот 1000 тонн и дальше. Меньше, никто не хотел работать, никто не хотел менять свои модели. Ну, все было сложно, дорого. Но потом получилось так, что на выставке я познакомился с итальянцем Жанни, руководителем, хозяином завода с Фоджи. И он послушал, ну, то есть проблемы какие, что нужно. Через три месяца привез на выставку сыроварню 120-литровую, которая была уже с функционалом, с автоматизацией. И что самое главное, он предлагал к этому формы, ванны, сырохранилища. То есть комплекс. Он предлагал комплекс. И главное, это была технология. Он привез двух или трех технологов в Москву. И кто покупал оборудование, проходил обучение. Мы тоже это все озвете получили. Давайте следующий слайд. Мы все это получили, научились, что нам за этот период помогало вообще держаться на плаву. То есть, ну, не все хозяйства выдержали это на плаву. За счет того, что мы предприятие полного цикла. У нас от растеневодства, заготовки кормов, вся техника, все работы мы проводим все полностью сами. За счет этого мы, у нас были моменты, когда мы сдавали козье молоко, как коровье, и оно было все равно рентабельно. Ну, за счет больших удоев, у нас козы давали под тысячу литров, то есть, когда 300 голов, ну, тонну 100, под тонну 200 давали. Были периоды, я же говорю, это даже было выгоднее, наверное, чем коровами ребята вырезали коров в соседние хозяйства, а мы продавали молоко на молозавод. А вот. Следующий слайд включите, пожалуйста. Вот, ребята, как раз внизу, вот технолог главный, справа посередине, справа хозяин сходжи, вот оборудование там представлено. То есть, вот это были азы. Но то, что нам, нас научили итальянцы, для российского потребителя не подходило. То есть, у них пусовые чуть-чуть другие понятия, и вот эти резкие там сыры какие-то там с внешним видом, не самым важным иногда, они для нас не подошли. И около года технологию мы ставили сами, рецептуры, тоже ушло время. Потом мы это все запустили, нашли тот сыр, который реально нужен, который всем нравится, который завоевывал после этого неоднократно медали в России, даже во Франции бронзу мы взяли в 18-м году с этим сыром. Но когда в 13-м году в конце мы пытались завести в сети Москвы наш продукт, дистрибьюторы, товароведы с усмешкой на нас говорили, зачем? У нас сегодня есть импортный продукт, к которому потребитель привык, выбрал для себя какие-то позиции, покупает, менять мы ничего не хотим. Ну, для нас, конечно, слава Богу, что получилось в Вильям Барго. Все нас вспомнили, нашли контакты. С 14-го года мы зашли во многие сети, ну, самый такой локомотив, это Азбука Вкуса, с кем мы работаем от самого начала, потом Гиперглобус пошел, то есть, ну, много всяких лавок, рестораны, хорика, то есть, ну, наш сыр зашел. То есть, в принципе, многие до сих пор продают, как итальянский сыр. Ну, можно следующее знать. Это вот наш цех, уже мы его... То есть, фотографии меняются, потому что вот период вот этого роста мы не стоим, мы постоянно что-то обновляем, модернизируем, покупаем. Слева у нас сырохранилище, там еще подвал у нас вниз большой уходит. Процесс не останавливается. Вот это время, значит, с 14-го года по 18-й год мы увеличили продажи сыра минимум в 10 раз. Мы стабильно продавали в районе 3-х тонн в месяц. Как бы это нам давало средства на стройки, построили мы новый корпус, полностью поменяли материально-техническую базу, пассивно-заготовки, трактора, там все-все-все у нас. Все от А до Я есть. Запустили в 19-м году строительный проект по строительству нового молзавода. Включайте следующий слайд. В 19-м году запустили проект нового молзавода, но коррективы не с коронавирус, стройматериалы подорожали в два раза, именно металл, а деньги уже были выделены. Ну вот как бы это нас немножко притормозило, все замедлилось. Но сейчас, что еще хотел сказать? Включите следующий слайд. Это вот слева корпус новый для животноводства, он уже таком по стандарту, именно для нас мы его разработали сами. У него кормолента, это небольшой промышленный кормостолом, для нас это удобнее, мы посчитали, это дешевле, это экономичнее. То есть вот такой вариант мы хотим обкатать. Справа это новый молзавод на 360 квадратов, с сырохранилищем, уже по всем хаспам, по всем допускам, как положено в общем. Вот эти годы, когда мы продавали сыр, то есть мы встали на ноги, поняли, что можем делать больше, захотели, наверное, как и все, реализовывать сами. Запустили, включите следующий слайд, запустили свою розницу в Ставрополе, пять магазинов у нас было, сырных лавок, это наш продукт, это наш сыр, есть мы делаем сейчас сыры с козьим молоком, с корово-козой смесь, сейчас делаем, еще начали, запустили с буйволиным молоком, тоже с ребятами, работаем с коллегами, то есть не стоим на месте. Еще следующий слайд, включите. Запустили собственную розницу, пять сырных лавок, все как бы в стиле, под брендом, все работало, полтора-два года давали хорошие плюсы, хороший оборот был, мы продавали не только свою продукцию, в коллаборации с многими фермерами России, нам отправляли, то есть логистика была налажена, все было хорошо. Опять же, коронавирус пришел, пришлось закрыть три магазина, которые, ну где пропуска, проходов не было, которые закрыли там, торговые центры или еще что-то, оставили два магазина, но оборот посмотрели, не хватает, и вообще поняли, что розницей заниматься должны отдельные люди, квалифицированные, наш персонал этим не смог заниматься качественно, пришлось, ну решили, такое принято решение продать, типа по франшизе, люди занимаются, мы им только поставляем продукцию, следующий, включайте славу, ну остался только буденовский, слева у нас такой павильон, чтобы не к нам на производство ехали, а все-таки туда. Это наши достижения, животные за свой период неоднократно получали первые места, вот медаль с Франции по нашему сыру, ну там много их, тут все не поместится, и по сырам, как бы стабильный, сыр мир первый, везде наш сыр свое место держит. Что хотел бы сказать, вот именно из опыта, как производителя, я, ну сегодня мы считаем, что всем одним заниматься на базе маленького предприятия может только какая-то, ну больше агротуристическое направление. Это надо держать там до 30 коз, варить в день молоко, 15 килограмм сыра и реализовать у себя это на ферме. Когда у тебя начинает переваливать объем за тонну, включайте следующий сайт, когда у тебя переваливает, последний, тогда переваливает объем уже за тонну, то есть ты физически уже не можешь быть просто фермером. Ты организовываешь предприятие, у тебя начинает штат, вот как у нас там, человек 14, наверное. Штат, кто-то занимается животноводством, кто-то растеневодством, кто-то сбытом, переработкой. КФХ, наверное, только форма собственности. Вот, поэтому, ну, просто так, как говорят, дома завел и пошел, пошел, пошел. Сложный вопрос, я думаю, что вряд ли у кого так получится. Но самое главное, это дело увлекательное. Просто для себя надо поставить изначально, что вы хотите, то есть вы хотите конечный продукт, или вы хотите только заниматься сырьем, и что, наверное, самое правильное, если чем заниматься только сырьем, делать его дешево, рассчитывать себе стоимость, сделать его качественным, пригодное для потребителя, для покупателя вашего. Я думаю, первый этап, это были бы самые правильные. А как мне один депутат сказал, что фермер должен производить, перерабатывать, еще и продавать, ну, я думаю, я тут не соглашусь с ним, он, наверное, это просто никогда не делал, все стороны кажется. Но козловодство тема сильная, я всегда говорю, что мы козловоды делаем правильные вещи, то есть полезные вещи. Мы даем продукт, который очень здоровый, а иногда он даже незаменимый для какой-то категории людей. Как бы это вдохновляет и никогда не дает смотреть назад, только вперед. Я всегда козловодству желаю развития. С 2020 года мы как бы начали заниматься производством, реализацией семени козлов производителей. Вот теперь хочу рассказать, как это все случилось, как все это получилось. Вот в последнее время, наверное, вы заметили, что все-таки в деревнях остается все меньше и меньше коров, поэтому все выгоднее и выгоднее становится держать коз. Так ведь? Вот. Поэтому у нас в Удмуртии то же самое происходит. Основная сейчас популярная порода это у нас зоненская порода. И у нас многие фермера и те, кто хочет что-то фермерское хозяйство организовать, они начали получать у нас гранты. У нас появляться начали первые животноводческие фермы козловодческие. Вот. И на сегодняшний день у нас семь крестьянских фермерских хозяйств и два сельхозпредприятия, которые занимаются козловодством. Вот. И здесь в связи с тем, что у нас козловодство только-только начинало раскручиваться, вот тут по слайду видно, что у нас и производство молока за год выросло, и поголовье и поголовье коз вот за год на 20% увеличилось. Поэтому у нас как бы министерство сельского хозяйства пошло на как бы шаг вперед сделало и мы начали, не мы, а министерство сельского хозяйства начало субсидировать молоко, начало субсидировать маточное поголовье коз, начиная с года и старше. И была такая задача поставлена, раз у нас козоводство начинает раскручиваться и было предложение нашему предприятию а не создать ли вам лабораторию по заморозке семени козлов производителей. История была такая, что раньше в свое время на нашем предприятии помимо быков производители стояли еще бараны-производители, но семя, конечно, не замораживалось, оно перевозилось в термоса и вот. И то, что смотивировало я как раз только в 20-м году на работу пришел, сказать, вот ты пришел на работу, если у тебя получится, будешь первым в России, у кого замороженное семя козлов-производителей. Но оказалось, заморозить-то это одно, мы сколько пробовали, но при разморозке это семя не выживало. Я это немножко наперед рассказываю. И первое хозяйство, которое завезло в нас коз, неблагопущенно оказалось по артриту. Завезли из-за границы, за границей, когда анализы исследований делали, то там все было чисто. А когда в Удмуртию привезли, наши ветеринары происследовали и выявили артрит. Поэтому в первую очередь куда я обратился, я обратился в Росельхоззор, потому что нужно было понимание, можно ли рядышком с быками держать, какие ограничения существуют, какие заболевания, от каких заболеваний должны быть у нас козлы чистыми. И самое трудное было это подобрать козлов. Несколько раз мы выезжали в хозяйство и при исследовании как раз этот артрит выявлялся. Очень этого артрита много. Вы сами знаете, что козлы и козы они вообще являются переносчиками многих заболеваний. И одними из условий у нас тоже мы искали, чтобы козлы у нас были именно с племблепродуктора, чтобы у них была родословная, чтобы были племенные карточки. Мы это хозяйство нашли, это оказалась агроферма Путиловка Чувашской республики. Первый раз мы туда, когда поехали, мы отобрали четыре козла, два взрослых козла отобрали и два молоденьких козла отобрали. И когда мы привезли к себе их на предприятие, получается, когда станки еще забыл сказать, параллельно мы делали помещение, тоже вручную, как коллеги до меня сказали. Когда мы станки тоже сделали, мы начали вроде их приучать, чтобы взять вот эти взрослые козлы, которые уже были на позах, они никак не прыгают, хоть что-то делай, всяко-всяко пытались и секрет женские смазывали, но никак не прыгают, а маленькие видать еще не подросли. Где-то мы промучились месяц, наверное, от взрослых козлов мы ничего не добились, но у нас тихонько-тихонько маленькие козлики начали прыгать. Нам это очень понравилось. Вот что дело заработало. Вот тут на слайде показано, какие у нас первые клетки. Тоже это первоначальный вариант. Мы его делали, переделывали, сейчас уже клетки другие. У нас семь клеток для козлов имеется. Диняки у нас два на два метра размером и высотой метр восемьдесят первоначально было. Но вот эти даже маленькие козлики, которые мы всех по отдельности поставили, они хоть бы что к высоту метр восемьдесят берут и друг к другу прыгают. Поэтому дополнительно мы еще увеличили в размерах. И когда мы начали молоденьких козликов уже доить, следующий этап у нас было, чтобы у нас семя соответствовало госту. У нас есть свой манеж, своя моечная, свою лабораторию. Все мы сделали тоже собственно ручно. Спрашивать не у кого было, ну ладно у нас своя лаборатория по крупно-рогатому скоту есть. Мы оттуда опыт переняли и сделали для наших уже козлов. Вот первое семя, которое получили, мы его проанализировали, в гетлабораторию увезли и не проходили у нас по обсеменяемости. И тоже мучились где-то наверное месяц. Мы все уже помыли у козлов. Каждую шерстинку помыли. После этого у нас уже по госту соответствие пошло и можно было сказать, что уже семя готова к реализации. Зооненская порода как бы у нас пошла по реализации мы начали продавать, мы начали осеменять в фермерских хозяйствах, в лично подсобных хозяйствах начали осеменять. И у нас одно крупное хозяйство есть, Дубровское, тоже там начали как бы работу вести. Вот и появились фермы, которые на альпийской породе работают. Потом мы поехали и узнали, что в Курцево-Нижегородской области есть и альпийская, и альпийская порода. Мы как бы заявку сделали по этим породам, привезти нам удалось только альпийскую, альпийских козликов там пока не оказалось. Но это планы у нас на будущий год оттуда привезти еще альпийских козлов. И что я могу сказать, если сравнить с зоонетскими козлами, то зоонетские козлы за одну садку могут дать как бы по 2 миллилитра. А вот эти вот альпийские козлики они козлов и тоже заметили вот в ходе всей работы если чем реже водишь, тем больше выделяют они сперму. А нам то же зафасовать это больше надо. И когда тоже в летнее время веточный корм даешь широколистные листья уже там тоже и качество лучше стоит и количество больше стоит. Вот эти мы замечания сделали. Вот на сегодняшний день у нас замороженного семени у 4 козлов двух первых козлов которых мы купили было мы продали те которые у нас козлы взрослые не прыгают мы тоже продали фермерские хозяйства они там уже сходу на кост прыгают а тут мы ничего не не добились замен других привезли и вот у нас на сегодняшний день накопление такое что за несколько породов 13 1428 доз в банке семени имеется а олимпийской породы 889 доз средний объем садки 1 мл средняя концентрация 4 мл вот этих семеней на сегодняшний день вот мы реализовали по Мурской Республике по Московской по Ивановской по Свердловской по Новосибирской Соколинской области и Приморскому краю но я считаю что мы работу только еще начали потому что кто к нам звонит заявки делают и когда уже появляются козлята вот первые козлята на слайдах да они очень интересные потому что в том же Соколине в той же Новосибирской области в общем они козы не заанинские а у нас семена заанинская и вот такие вот интересные козлики вот там с правой стороны видно да от других пород смеси получаются почему я написал что получено только 40 козлят вот дело только еще раскручивается у нас потому что сукозных сейчас получается коз еще много они еще свое дело не сделали но самое трудное что мы тоже заметили что в лично подсобном хозяйстве очень тяжело осеменеть мы охоту угадать не можем вот при синхронизации как бы это все дело срабатывает искусственное осеменение осеменеть тоже сперва у нас не получалось поэтому мы ездили и в Мариел специалистов отправляли там учились ну вот тут как раз уже проработали наши козлики наш первый козлик это Грей и у него уже имеются дочери и они уже в базе серис имеются тоже кнопка заедает вот активно принимаем участие вот искусственное осеменеть тоже не могли вот я сказал в Луко съездили потом мы ездили в Московскую область где несомненный опыт как бы нам передают тут тоже свои секреты мы первоначально тоже сделали станок как бы для осеменения ну деревянный тоже самостоятельно но он как бы тяжелый для переноски поэтому у нас когда девушки выезжают осеменять они у нас с собой берут мужчин чтобы потому что бабушка не может задние ноги поднять поэтому ездят в пару на осеменение 2 на 2 метра там клетки достаточно большие и один козлик у нас всегда ходит свободно по две головы чтобы в клетке чтобы стояли мы такого не допускаем и вот основная у нас задача все-таки это покупка козлов поменять уже заоденской альпийской альпийской пород секрет тоже скажу когда вот год уже козлики они такие интересные они поцелуют и полюбят их и погладить можно но когда год проходит они уже начинают кусаться вот вот такое вот мы заметили ну и хотим увеличить бан замороженность спермы козлов производителя до 100 тысяч доз почему мы хотим увеличить потому что я говорил у нас регион как бы он по искусственному осемнению крупнорогатого скота искусственное осемнение занимает 98-99% этому приходилось доказывать что всякие заболевания чтобы не переносились да и вот сейчас то же самое нам приходится в хозяйстве доказывать что все-таки надо осемнять искусственно а не естественно потому что заболеваний слишком очень много поэтому работа стоит очень большая ну и постановка козлов на оценку по качеству потомства тоже хотим и научиться конечно и в бонетировке тоже ну и вот одна из задач это у нас увеличение хвата искусственного осемнения маточным поголовьем раз у нас уже как бы это направление субсидируется вот хотим тоже новый уровень вывести ну хотя бы чтобы 50% это было искусственное осемнение